Привет! Как показывает статистика, прошлое обучающее видео про Магадан весьма вам зашло, поэтому я убедился в том, что можно и нужно работать в таком формате. Берем два такта, добавляем новые техники, как бы уровни, да, и в конце бомба от нуля до про. Так что сегодня у нас сектор газа, хотя я отношусь к этой группе с таким, скажем так, иронично-ностальгическим уклоном, но многие подписчики меня просили об этом, и на стримах все время просят, поэтому почему нет, иду вам на встречу. Поехали! Мы начнем, как обычно, с мелодии. Если вы совсем новичок, то обязательно посмотрите прошлое учебное видео про Магадан, где я показывал, как читать табы. Будем играть интро, постепенно добавляя к нему интересные фишки. И первая фишка — это один из, так называемых, мелизмов, то есть мелодических украшений. Он называется форшлаг и обозначается маленькой ноткой перед основной нотой. Вы это сейчас видите на экранах. Значит, как играется форшлаг? Мы дергаем третий лад, в данном случае, и делаем быстрый pull-off вниз, срыв. Вот так. То есть, сначала вы тренируетесь медленно, потом со временем все, ускоряетесь. Если у вас не получается, не смущайтесь, играйте просто вот так. А с форшлагом будет... Прежде чем играть с видеонотами, я хотел еще уточнить, что такое вот эта вот черточка, которую вы видите. Называется она лига. И вот в первом случае, когда она между разными нотами, это значит и буква Х. Хаммерон. То есть, мы тэпаем, бьем третьим пальцем, в данном случае, левой руки без участия правой. А вот если лига стоит между одинаковыми нотами, смотрите, даже смайлик такой получился, то это значит, что вторая нота просто не играется. То есть, мы играем в данном случае 2-0, там было на 4. То есть, 1-2-3-4-и-1-4-и. Не 4-и-и-1-4-и-1-и. И эта следующая нота уже на 1-и идет. В музыке это также называется синкопой. То есть, смещением ритмического акцента. Табы в оригинальном темпе вы потом скачаете бесплатно на моем сайте. А я буду играть в видеопримеры все с замедлением в 30%. Если вам этого недостаточно, воспользуйтесь функцией YouTube в настройках. Там можно замедлиться еще. Раз, два, три, четыре и... Это была мелодия интро с несколькими вариациями. В дальнейшем я буду показывать без вариаций, только на примере двух тактов, чтобы ваше внимание сосредоточить на более интересных и важных вопросах. Начинаем добавлять бас простой. Напоминаю, что каждый бас должен быть выдержан ровно полтакта. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Басы у нас идут по аккорду. От ля минора ля, дальше соль, соль мажоре, до мажоре до и опять соль. Вот и все. Берем только тоники. В начале хамарон я буду делать четвертым пальцем, чтобы третий успел на бас. Потому что вот это вот скакание очень сложное и ненужное. Раз, два, три, четыре и... Я заметил, что формат, в котором я записываю данные ролики, вот сейчас, они очень напоминают мой курс 10 уровней сложности. Только в таком экспресс-варианте, скажем так, если вы хотите более расширенно освоить фингерстайл, то добро пожаловать по ссылке в описании. Курсы с поддержкой, это всегда круче, чем заниматься самому. Далее мы начинаем добавлять части гармонии, то есть аккордов, к тому, что мы уже играли ранее. И появляются такие понятия, например, как арпеджиато. Арпеджио или арпеджиато. Это быстрый, по-русски говоря, перебор. Допустим, у нас есть аккорд С, и мы его не так берем, а по одному пальцу. Сначала быстро у вас, может быть, не получится, у вас будет медленно получаться, но со временем разгоняясь, все будет нормально. Я взял аккорд... У нас сейчас, знаете, сектор газа будет принимать несколько облагороженный интеллигентный вид, напоминающий классическую музыку. За счет как раз таких интересных элементов, как арпеджиато. Или, например, вот если мы просто берем аккорд АМ... Помните, что я сказал, что неудобно скакание? Вот у нас тогда, если третий палец стоит здесь, ему очень неудобно сюда быстро перескочить. Поэтому я что подумал? Я подумал, а зачем нам две ноты ля, то есть октава? Давайте избавимся, получим септиму. И сразу чувствуете такой немножко... Ну, не то, что приджазованный, но сектор стал более интеллигентный, скажем так. Это первый приятный момент, а вторая приятная новость, что третий палец у нас теперь свободен. Он уже готов вступить на пост баса, да? Арпеджиато мы будем играть вот этими двумя пальцами. М, А они называются. И вот как раз не вместе дергать, а... Постарайтесь вот так, хоп, по отдельности чуть-чуть. Когда вы делаете эти pull-off, они, кстати, не обязательно. Можно и пальцами играть, правой руки, все ноты. Просто, если вы решите их делать, Старайтесь не срывать так, чтобы соседнюю ноту задевать. Я, кстати, с этой целью вот этот палец часто держу на первой струне. Вот я его поставил в этот момент. Немножко подстраховываюсь. Дальше еще одно арпеджиато. Уже на три струны в аккорде С. И тут второй интересный момент, называется эффект педали. Я часто такой пример ученикам привожу. Вот эта нота из известной нам токаты и фуги ре минор, баха, да? Она вот и есть, так называемый, pedal point по-английски, то есть эффект педалей. Почему педали? Потому что, я не знаю, все ли из вас знают, что на органе играет не только руками, а еще и ногами. Я, кстати, довольно в зрелом возрасте уже об этом узнал. Мне было за 20, наверное. Так вот, ногами там выдерживаются длинные такие продолжительные звуки. В основном это бас-басовые звуки, подушка так называемая, на фоне которых звучит все остальное. Вот. Он все время непрерывно длится. В данном случае я за эффект педали взял ноту соль, потому что у нас же соль мажор звучит по гармонии. Если просто мелодия, как в прошлый раз мы играли. Хорошо звучит, но нету чего-то такого хочется, заполнения какого-то. Так вот. Очень красиво. Получилось. Посмотрите, как получилось. Давайте с видео нотами сыграем. Раз, два, три, четыре и... В конце я взял просто аккорд АМ и аккорд с задержанием так называемый. Если мы к аккорду соль мажор добавим четвёртую ступень, он будет называться гая сус четыре. Вместо терции, точнее, не добавим, а заменим терцию. Суспендед по-английски задержанный, поэтому аккорд называется сус. То есть мы терцию задерживаем как бы, ну, фактически заменяем на четвёртую ступень. Мне показалось такое удачное решение. Видите, какой классический, может быть, интеллигентный сектор газа. Как любил говорить один басист, очень известный в Латвии. Не бывает плохой музыки, есть херовые исполнители. Итак, почти дошли до чёрного пояса. На самом деле, вот почему я про десять уровней сложности говорил. Там именно десять уровней. Мы сейчас вот берём как бы в разрезе, в контексте, там коротко. А там ещё, помимо этого, и сложный бас, и натуральные флажолеты. И, в общем, чего там только нету. Но у нас такой экспресс-формат сжатый, концентрированный, да. Поэтому давайте как есть. Значит, что нам надо здесь знать. Кто-то мне как-то сказал в чате, что, по-моему, Ваня, научи канал. Вот он, бочку обозначает буквы О. Не знаю, правда-неправда, но мне тоже показалось довольно удачным решением. Я хотя чаще забиваю барабанную дорожку отдельно в Guitar Pro. Но вот в данном случае из-за двух тактов чего заморачиваться. Тем более, как бочку играть я в прошлый раз показывал вам, да. Для тех, кто ещё не смотрел про Магадан, пожалуйста, пересмотрите. И одновременно с ней должен большой палец играть. Вот это движение должно быть у вас натренировано очень хорошо, иначе ни черта не выйдет. Что ещё надо знать? Нота призрак что такое? Я часто её пишу. Она мне часто попадается в аранжировках. Но на самом деле вот в данном случае это значит, что при ударе с перкуссивным щелчком у нас основная нота это ре в мелодии. А соль, она как бы дополнение. Её можно играть, а можно не играть. Мне нравится, если она звучит, она как бы связывает элементы. И бас-бочка у нас здесь будет двойная, как в оригинале. Раз, два, три, четыре. Да, в конце забыл сказать. Искусственные флажолеты. Тут мы бьём в тринадцатый лад стараемся. Видите, маленькие циферки такие. Проецирую аккорд АМ. Тоже в прошлое видео посмотрите, да? Там подробнее было. И потом целимся в эту ноту. То есть фактически это конец рифа. Мы эти две ноты проецируем на октаву выше и бьём. Сначала целимся сюда, а потом вот сюда. Прикольно, по-моему. И в конце ещё можно повибрировать эти ноты. Либо запястьем прислоняя к деке и отпуская. Либо, держа аккорд, поставьте сюда ладонь и левой рукой качайте гриф вперёд-вниз. Вперёд-назад точнее. Такой эффект вибрации прикольный. Томми, кстати, Томми Мануэль часто на концертах любит играться с грифом вот так. Так, ну и на десерт, да, для самых выносливых. Я приготовил интересную фишку такую. Мы будем немножко модернизировать сейчас сектор. Сделаем его более таким клубным, что ли, или как сказать... Более современным, в общем. Для этого я буду применять три элемента. Первое, это я изменю рисунок бочки. Давайте вот на каждом элементе немножко остановимся подробнее. Рисунок бочки очень важен. Он задаёт грув. И, кстати, насчёт грува у меня есть отдельный урок в курсе, который посвящён аранжировкам в стиле фингерстайл. Тоже на моём канале можно найти. Но урок настолько важный, этот прогрув, что я его в бесплатное пользование выложил. Я ссылочку тоже в описании скину. Обязательно посмотрите. Так вот, в этом уроке я говорил, что один из самых популярных грувов идёт на раз и на два и. Раз, два и три, четыре. Раз, два и три, четыре. Помните? Вот эти вот «А», 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 «У Джексона». Это тоже «Адель», «Хэллоу». Там много примеров очень. В общем, вместо того, чтобы играть русский рок, как здесь. Ну, это тоже, конечно, качает. Но если сыграть. Чувствуете, по-другому двигается тело. И ещё первую ноту стараться короткую делать. Вот этот второй элемент. То есть, что мы делаем? Мы не играем боем, да? Мы берём и изолируем некоторые ноты. Нам нужны акценты, акценты. Вот если вы смотрите канал Саши Зилкова «Нескучный саунд», у него есть очень хорошее видео, я всем советую. «Недворовая гитара», как так называется. Вот эти моменты он очень подробно там разобрал. Так вот. То есть, первую ноту, если играть коротко. Уже по-другому. Уже больше качать стало. Ну и третий элемент, который поможет нам осовременить сектор, да, окончательно. Это изменение всего лишь одного аккорда. Знаете, есть такая группа «Access of Awesome», кто не смотрел, тоже советую. Они просто на четырёх аккордах сыграли, я не знаю сколько, там, ну, больше ста или порядка даже трёхсот. Ну, сколько, я не помню, сколько хитов мировых. Просто вот играют четыре аккорда подряд, и все мелодии туда ложатся как. Я поменял второй аккорд. Второй аккорд. Это «Г» был, да, или «Соль» мажор. Или «Джи», как кто-то придрался. Почему ты говоришь «Г»? Ну, вот «Г» или «Джи», это один хрен. Значит, «АМ». Вместо «Г» я буду играть «Ф». То есть получится минорный аккорд на шестой ступени, если считать от ноты «До», да, и «До» мажор брать за тонику. Потом аккорд на пятой ступень, на четвёртой, вернее, ступени. Мажор на аккорд, первая ступень и пятая тоника. Наверняка тоже миллион песен на эту прогрессию аккордовую. Мне просто на ум, знаете, что приходит сразу? Помните, классная песня была? Ой, можно до утра играть. Ну и вот всё это давайте попробуем вместе объединить. Вот эти три элемента, да? Бочка на раз, два и три, четыре. Раз, два и три, четыре. Ну и остальные элементы добавить. Ну и видите, тут у нас эти... Да, кстати, забыл сказать. Ещё есть такой четвёртый секретный ингредиент. Это тоже нота «Призрак», но в данном случае эта нота «Призрак» означает, да, вот этот «Х», что не то, что мы хотим... Ну да, мы можем его не играть, но если мы будем его играть, мы его должны подглушать, этот звук. Вот я сыграю сейчас без него. А сейчас с ним. На скорости вообще эффект очень классный. И держу в уме, что первая доля у нас короткая, вторая длинная, третья короткая, четвёртая длинная. Ну давайте с видеонотами пробуем. Три, четыре и... Спасибо, что до конца досмотрели это видео. Если вам понравилось, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Здесь выходит редко, но метко, как говорится. Для тех, кто хочет посерьёзнее, ещё раз советую курсы именно с поддержкой. Потому что просто скачивание и просматривание ничего вам не даст, скорее всего. Вам нужен контроль со стороны. Ссылочки все внизу найдёте. Те, кто может, поддержите меня на Boosty. Там подписчики могут скачивать MP3 к моим аранжировкам и видеоноты. Добавляйтесь в нашу группу в Телеграме также. Сегодня на момент записи ролика сегодня 2 февраля у нас. Там вот в закрепе интересное, кстати, сообщение висит. Ещё можете успеть поучаствовать. На этом сегодня всё. Всех вам благ, мирного неба, послушных пальцев и терпения. Пока.